Здравствуйте! Мы продолжаем наши бедения по курсу рынка образования. Сегодня мы как бы подводим итог, промежуточный такой итог, как в условиях промежуточного контроля нашего образовательного процесса. Итак, как бы сделаем экскурс к пространству материала, который был вам подан, скажем, вот за эти предыдущие уроки. И попробуем акцентировать внимание на те вопросы, которые мы вам походе в конце подбрасывали, для, так сказать, иногда для самопроверки или на засыпку. Но вы, как правило, мало, наверное, задумаетесь над этим. А как мы, преподаватели, вот к этим вопросам относимся? Интересно было бы вот так рефлективно сопоставить ваше и наше отношение к этим вопросам. Потому что, действительно, один и тот же вопрос мы с вами говорили, можно увидеть по-разному ответ. Это будет зависеть от мировосприятия каждого из нас. Как бы мы отвечали вопросу? Это не значит, что это единственный из всех возможных ответов. Каждый из вас может спроектировать, как мы уже теперь говорим, и собственное видение. И это замечательно, если такой кураж появляется, такая возможность уже начинает подталкивать как бы изнутри. Это уже элемент внутренней культуры. Он ведёт наше мышление, и мы осваиваем новые пространства. И дай Бог нам продвигаться, и как можно больше охватить, и как можно содержательнее сделать нашу жизнь, и наполнить её новым содержанием. Ради этого стоит жить. Ведь в этом, наверное, и суть нашего существования, в конце концов, не хронологический её порядок к этой жизни, а вот активность её и в чём она проявляется. Итак, обратимся к первому такому вопросу, скажем, отличник или троечник, и ваше предпочтение в отличном и посредственном. Вот, задача, правда? Ну, мы, во-первых, вам предложили и рефлексию, и рефлектию, и часто даже отличники, скажем, рефлексирующий отличник, эксплуатирующий только память, получающий пятёрки, и учитель думает, что насколько же он, в общем-то, талантливый такой, способный, может быть, как минимум человек, он всё схватывает на лету. Но при этом учителя в старой парадигме не волновало то, что это всё поверхностно. Вот копни этого отличника, предложи ему несколько отличной, скажем, позиций, или дать осмысленное толкование того, что он, в общем-то, наизусть, можно сказать, проговаривает, и отличник поплывёт. Вот троечник, скажем, по мнению учителей тех, он троечник, он вроде бы и не всё то, что ему наговаривали, или то, что начитывали, или то, что прописано в учебнике, вроде бы обнажает. Но в то же время, если к нему внимательно присмотреться, он именно акценты расставляет, он в наиболее значимых местах, он выстраивает целостность, какую-то систему. Он способен не просто по формулу подставить и показать своё умение, он может рассказать, как он понимает это, какой смысл вкладывает экономический, там, скажем, личностный какой-то, своё отношение выразить. Вот этот человек более приспособлен к жизни, и тогда кому отдать предпочтение? Вот выбирайте, это вопрос рыночного выбора. Лично я, конечно, выбрал бы безошибочно отличника рефлектирующего, который и вот то, о чём я говорил, превознося троечника, тоже может сделать. И этот, безусловно, талантливый даже, наверное, человек, но есть ведь, сейчас преуспевают у нас троечники, по прежним оценкам, но они отлично себя зарекомендовали в деятельностной такой практике. Или, скажем, если брать уже гениев, скажем, великих людей, Эйнштейн был отличником? Да нет, он таким посредством был. Но он гениальный, он показал, на что он способен, а в той образовательной системе, в которую он был погружён и вынужден был обращаться, он, видите, выглядел вот так, во всяком случае, такой посредственности. А Билл Гейтс, Билл Гейтс, который вот гений тоже, скажем, современного такого развития цивилизации, он готов был наплевать и бросить эту образовательную систему, потому что он видел, что ну ничего она ему не давала, ему продвинутому настолько, что и уже увлечённому конкретной деятельностью, в которой он видел себя, прожил всю большую часть активной жизнью и показал, что он что-то может. Но этот человек, вот надо отдать ему должное, он всё-таки и в своих книгах пишет, и в выступлениях часто повторяется, сказал бы, вот хорошего профессора он бы и сейчас послушал, и снова бы сел вот за студенческую скамью и послушал, и может быть бы обсудил с ним некоторые вопросы. По-видимому, та система, в которой он вынужден был, в которой погружён и обращался, она, он выскочил из неё, как поплавок. И не столько она его отторгал, сколько он её отторгал. Вот тут вот набор вам таких ситуаций и как вот к этому относиться. Вот вроде бы он как троечник, как посредственность, но вот именно результативностью деятельности показывает. Результативность, вот если научился откликаться вот на такие проблемы жизненные, ты и будешь успешным человеком. Или наоборот, как нас, скажем, ориентирует вот в нашей деятельности? Что отличает рыночные учебники от академических? Да вот как раз вот это отличие, либо теоретизация того, теоретизация склонности к знаниям, либо мы, скажем, идём в мышление, которое у нас формируется. Мы говорим о рыночном мышлении, и надо научиться ценить это пространство, в котором идёт наше развитие. Либо вот, скажем, слушать тех социологов, мы приводили такие данные, которые нам просто вот навешивают. Может быть, есть на самом деле в этом что-то, но в абсолютном большинстве своих показаний показывают, что не годятся для рыночных отношений россияне. Только на вот эти 20%, которые готовы много работать, но и много получать, все остальные под разными предлогами обозначают работу. Либо просто, скажем, готовы работать, но не обязательно много получать. Это иллюзии, это скорее туфта. И здесь от постановки вопросов многое зависит. На самом деле, и при правильной постановке убеждён, что абсолютное большинство и хотели бы, и могли бы лучше состояться. Но хотят ли, скажем, те ради, скажем, власти, от которых зависят вот эти условия, или у людей опускаются руки, и эти обстоятельства. Ведь социологи не дали, не поставили так вопроса, и готовы нас кормить вот такой, извините, сыроватым этим материалом, материалом с душком. Я в это не верю. Вот это те 20%, большая часть из них троечники, безусловно, я в этом убеждён, но они умело использовали ту ситуацию, в которой мы живём. Итак, обратимся к другому вопросу. А зачем учиться? И набору, точнее, вопросов. Что делать, чтобы научиться учиться? Или, скажем, как надо учиться, чтобы научиться учиться? И почему не получается научиться так, как хотелось бы? Вот этот набор вопросов, по существу, укладывается вот в ту методологическую базу системной относительности, базу, в которой формируется это мышление. Помните, я вам говорил о четырёх плоскостях, к которой и мы ещё к этому тоже будем обращаться. Вот они распределены по этим плоскостям. Они держат мышление в определённом пространстве, как я вам говорил, в угол куба загнанное. С одной стороны, мы знаем, что делать и как делать, а с другой – целевые, скажем, ориентации на будущее. Зачем? А вниз, скажем, почему? Вот рефлексивный вопрос. Ну, почему? Ну, это простейший такой примитив. Почему у нас так? Важнее целевой и вот эти вопросы, как и что надо делать. Тогда мы и будем ориентироваться на то, что мы хотим получить, в каком виде, какого качества результат. Это уже умение, которое мы с вами ещё и ещё к этому будем обращаться в следующей части нашего курса. И думаю, что мы к этому придём, полному пониманию этой ситуации. Я надеюсь, и сейчас она уже складывается. Но думаю, что, может быть, не всех я ещё убедил. И не полностью убедил. Ну, тогда акцентирую внимание, скажем, вот на эту выдержку вот из нашей таблицы, которую я давал раньше. И смотрите, мы в парадигме культуры качества. Вот ждём от учащегося, что он даже в стереотипном таком подходе будет стремиться учиться учиться. А мы рассчитываем на должные качества. А вот хороший учитель, он будет тоже делать своё, учит учиться. То есть он будет это делать и вот только при сочетании такого может получиться хороший учащийся, который учится учиться. Вот в таком пространстве методологическом мы вроде бы разделяем для того, чтобы расставить акценты. А просто учитель и ученик – это предметное видение, но мало что дающее. Кто что должен делать, каков он хороший учитель. Может, тот хороший учитель, который пятёрки ставит, причём незаслуженно. И, в общем-то, лишь бы показать, что успеваемость хорошая. Нонсенс. Но это надо системно видеть. Вот учиться системному мышлению для того, чтобы понимать суть даже образовательно-познавательных процессов. Вот это задача, которую мы ставим перед собой в этом курсе. Итак, мы говорим, что вот как классик говорил вождь и учитель – учиться, учиться и учиться. Да? Расставьте знаки припинания, я задаю такой провокационный вопрос. И мне начинают тут всякую такую самодеятельность, скажем, да, век живи, век учись. Или тут многоточие, потому что действительно трудно научиться. Век живи, век учись. Или даже, а кто лучше знает, кто отлично знает. Бог там, скажем, учитель максимум на хорошо, а мы, дай Бог, на тройку. Так вот, ставят здесь запятую, да, это нормальный ход. Вот мышление. Век живи, век учись, учись, учись. Но при всём моём негативном отношении к классику и вождю и учителю, теперь уже, так сказать, задним числом, я считаю, что он гениальный человек. И, в общем-то, когда он выражал эту мысль, он имел в виду отсутствие здесь знака припинания. Учиться, учиться. Вот когда научишься учиться, вот тогда и учиться самостоятельно, не прибегая к помощи учебных заведений. На книгах, на практическом опыте. Жизнь лучший учитель. Ты сам выбираешь себе учителей и учишься, учишься. Потому что вот в этом смысл. Век живи, век учись. Это замечательно. Надо вкус выработать, познавательные деятельности и вот через неё наполнять обогащённым содержанием своё жизненное пространство. Какова сущность услуги рынка образовательных услуг? Какова сущность такой услуги? Это может быть медвежья услуга. Правда? Когда мы говорим, 70% из окончивших вуз, они рассуждают совершенно, ну, видят ситуацию несколько иначе, чем они её видели раньше. Это нормально. Но они говорят, если бы мы вот раньше это как бы поняли, осмыслили, то мы, наверное, в 70% случаев, они сказали, что говорят, что мы бы руководствовались совершенно другими критериями при выборе учебного заведения. При выборе и, может быть, своём участии, своей активности в процессе образовательном. Масса интересных вопросов возникает. Потому что 4-5 лет жизни отдано, заплачено собственной жизнью. Результат есть, но хотелось бы, чтобы он большим был. А почему так получается? Вот что за услуга? И как с этой услугой надо обращаться? Пиши жалобу на себя. Поезд ушёл. Но мы-то, это преподаватели, скажем, не должны так рассуждать. Это было бы цинично, это было бы несправедливо, когда мы работаем, тогда, скажем, эксплуатируем недомыслия наших подопечных. Это ужасно, это недопустимо. Поэтому мы и говорим, что вот некоторые даже не хотят эти рыночные терминологии использовать, но услуга должна быть действительно рыночная, образовательная услуга. В специфичном рынке образовательных услуг должна быть осмыслена по-новому в современной такой терминологии. Я бы сказал так. Вот если мы говорим конкретно, имея в виду современную гуманитарную академию, так же, как и современный гуманитарный университет в своё время или институт. Вот само название современной, на мой взгляд, обязывает нас к тому, чтобы даже спустя какое-то время наши выпускники, наши подопечные вспоминали бы с благодарностью о том образовании, которое было заложено, и которое не утрачивает своей актуальности. Да, может быть, оно обогащается новым чем-то, по мере того, как оно обкатывается в жизни и пускается в её оборот, но оно остаётся на уровне современных требований и, может быть, даже опережает несколько жизней. И в этом смысле современность его становится очень привлекательным фактором. Хотелось бы так думать и действовать. Тем более, что, в общем, вот такая система, о которой мы с вами говорили, которая в нашей академии практикуется, она принципиально отличается от многих других, когда мы говорим о формировании. Она в рамках новой парадигмы, в общем-то, сориентирована, спроектирована, если хотите. Другое дело, что часто мы опускаем её, мы, преподаватели, я имею обобщённый образ преподавателя, уходим от современного её прочтения, опускаясь до уровня прежних представлений, скажем, в зоновской парадигме. Опять в погоне за знаниями, опять в погоне за количеством этих знаний, опять забывая о том, что... А ведь есть предел усвоения этих знаний, эффективного усвоения, системного представления. И опять игра, скажем, о полном усвоении не идёт речь, но в рамках модульного обучения вот расставить акценты и создать целостность такого представления из целокупности предметов – это задача задачи. Мы, в общем-то, говорим об этом всякий раз, и во многих случаях просто вот эту системную связь междисциплинарную такую часто упускаем из виду, и здесь мы должны этот упрёк взять на себя. Но если мы вот эти стрелочки, жёлтую и зелёную с предыдущим пространством, как бы показываем связь, и выход в процессе обучения, как результат на формирование системного мышления, если мышление студентов брали, то здесь мышление уже будущего деятеля, мы в деятельность его, в рыночное пространство предлагаем как готовый для самодостаточной, самооценивающий себя продукт, уже проверенный, он себя проверил в этой нашей повседневной практике. Это замысел, если это удаётся, это то, что надо было бы получить. Но способен ли преподаватель с его системным мышлением, может быть, раз и навсегда за одном, сформированным ещё в педагогическом вузе, на такой уровень инновационного мышления, это уже менеджерская такая методология, способен ли он, скажем, меняться сам в этом процессе? Боюсь, что консерватизм нашего преподавательского мышления часто удерживает нас от этого. Конечно, хотелось бы меняться и в ногу со временем, и опережая время, это безусловно, это требует затраты, это постоянная работа над собой. А хочется ли нам постоянно учиться, учиться, учиться новому, обогащать вот это? Боюсь, что не всегда. Я со своими коллегами этот вопрос обсуждал неоднократно. Вот так же, как функциональный портрет преподавателя, помните, он, а я знаю предмет, это первое, чем он особенно дорожит, а я знаю методику обучения, и всё-то они знают, и всё-то они умеют. Только вот ещё умелых бы, вот таких бы выпускали бы, тогда всё было бы хорошо. Вот, к сожалению, что вот это у нас получается не всегда, при той кичливости нашей и консерватизме нашего мышления. И тогда он будет, вот этот будущий наш деятель, прежний наш выпускник, он будет всё равно искать и формировать системы и своей познавательной деятельности, и управление этой деятельностью, как его учили в современной гуманитарной академии. Но будет уже обращаться хорошо, если он обратится и в академию, это будет обновлённый материал, и можно будет это использовать тоже. Но он будет обращаться уже к тому учителю в дальнейшем, который сможет ему научить. Он выбирает. Вот тут услуга уже рыночная совсем другая. Здесь активный деятель, субъект рынка, действует осознанно. Он знает, что ему нужно. И мы к этому ещё вернёмся, потому что и я, как вечный студент, тоже учусь и с удовольствием это делаю. Но уже у тех учителей, у которых действительно могу научиться чему-то, тех учителей, которые не просто учат учиться, от тех, которые способны действительно таким багажом знаний и умений обладать, что действительно приходится свой мир корректировать под влиянием вот этого мировосприятия таких замечательных учителей. Обратимся к содержательности ступеней развития преподавателя. Это ведь тоже вопрос, видите, он как-то у нас... Я думаю, что усвоился. Мы должны представить, что он идёт, вот тут четвёрочка, он идёт по ступеням своего развития. Он вроде бы ищет, как. Вот здесь он полагается на себя только, видите, и в самопознании на себя в основном полагается, но по мере того, как он осваивает новые преподавательские возможности, он уже эксплуатирует и сам факт преподавания, и содержание обучения, и класс. Для него уже это материал, на котором он растёт. Его мышление паразитирует, как мы говорили, но пусть не шокирует этот термин, доходя в своём таком развитии, до таких высот, когда переосмысленные различных ситуаций происходят уже на уровне такого философского, философских высот. И вот когда мы говорим о философии каждого из нас, когда мы и относимся к этому, мы говорим, а какими мы нужны, какими мы нужны этому миру, этому новому времени. Вот если есть у нас такое, если мы можем это всё и переосмысливать, и относиться к другим, может быть, философиям, культурам, вот тогда это уровень высочайший. Вот к этому стремится каждый преподаватель. К сожалению, не у каждого это получается. Здесь надо признать, даже хоть мы и пользуемся рефлектией, или там рефлексией некоторые пользуются, и с удовольствием этим довольствуются, но мы говорим, что вот рефлектия рефлексии, а это уже бери выше, это удел немногих. Это тех, которые способны к рефлективному анализу, вообще к аналитической деятельности, а преподавательская, такой инструмент здесь даётся, и грех им не воспользоваться. Это умение передать своим подопечным, это значит уже во многом обогатить их жизнь, потому что уж, скажем, проговаривание, даже это не диалог, а в монологе, они ощущают себя как бы в диалоге с самим собой. Я ловлю себя на мысли, потому что в этом случае могут мне сказать раздвоение личности, можно и до этого, в общем-то, договориться. Шизует тогда в этом состоянии. Нет, здесь мои коллеги не могут меня переубедить, здесь всё нормально, здесь не надо бояться шизофрении и раздвоения личности, здесь нормальный процесс идёт, заглядывание вовнутрь, соотнесение видения, то, что мы видим, а то есть это на самом деле, это иллюзия, в которой мы живём, иллюзия нашего упрощённого видения и мировосприятия. А я-то вас приглашаю в мир рефлективно сформированного видения, соотнесённого с миром, который мы можем формировать как угодно, как угодно. Представляете, какие возможности? И тогда вот эти иллюзии поправлять, корректировать, изменять видение мира – это супер-возможности. Вот можно ли этому научиться? Даже преподаватели это делают с трудом, но мы-то не… Мы студенты, будем так говорить, и поэтому у нас куража больше. Если мы начинаем со школьной скамьи эти осваивать рефлективу, и видя, как процессы, вернее, инструментальные средства эмпатии, экспрессии работают, вхождение в положение другого или выражение этого, вот мы видим, через что преподаватель добивается больших высот. И тогда вся вот эта часть, которая относится к сживаемым факторам, она тоже где-то с нами наблюдается, но она как бы остаётся негативом второго плана. И не совсем отчасти, мы говорили, даже здесь есть конструктив, иначе только на позитиве нельзя двигаться. Вот в любом позитиве есть элемент негатива. Вот если мы к этому пришли и отдаём себе отчёт, что через это мы ощущаем всю полноту издержек, которые нам надо в порядке профилактики или устранять от того, что мы накручиваем, скажем, какие-то издержки, мы пойдём тогда и быстрее, и более конструктивно, созидая тот позитив, на который мы рассчитываем. Ну, ступенями, через которые проходят преподаватели. И это не только преподаватели-менеджеры, я вот привожу в курсе. Через это проходит. Это способ формирования мышления и способ проживания в той или иной культуре. И от этого никуда не деться. Если у кого-то есть другой вариант, он может этим поделиться с нами в порядке обсуждения материала, который мы с вами вбрасываем в это наше пространство. Смотрите, мы опять возвращаемся к искусственной, вот рынок, к искусственной или естественной проблемно-деятельностной среде. Так ставится вопрос. Я так в порядке провокационным, что ли, вас подталкивал, заканчивая очередной урок, к тому, что, что касается меня, то я отношусь к рынку как такой, скорее, естественной среде. Хотя меня могут поправить и не без оснований. Это не столько естественная, сколько искусственная среда, рынок. Я в ответ могу, мог бы сказать, что и человек-то, он не столько естественное создание, сколько искусственное. Вот образовали мы его таким, он стал искусственно таким. Он бы пока не был образован, он был совсем другим. Значит, здесь системное сочетание естественного и искусственного. И поэтому не должно шокировать, и не надо крайностей, либо естественное, либо искусственное. Образование – это искусственное, безусловно. Но когда мы призываем к тому, чтобы в образовательном пространстве мы ощущали, проживали бы, естественным образом мы привлекаем те, как бы, рычаги, с помощью которых мы можем сделать образовательно-познавательный процесс более эффективным. Вот прожив, проучаствовав, про растратив себя, с полным осознанием, зная, что ты хочешь получить от этого, вкладывая в себя, инвестируя в своё будущее. В суперпозиции. Но мы идём к этому естественным образом. Это наше естественное желание так состояться. Значит, и не просто вот это естественное образование, которое мы получили от рождения или по наследству и так далее. В принципе, как крайний случай, можно обойтись и без образования. Но с образованием, как показывает практика, ты состоишься и быстрее, и лучше, чем другие. Хотя есть люди, которые, в общем-то, и не прошли эту систему регулярного такого, регулярной образовательной системы, и состоялись не хуже, чем другие. Но это мы, если начнём перебирать эти крайности, это надо быть, скажем, в материальном отношении, очень богатым. Надо иметь возможность там, либо в каких-то экзотических условиях, где или даже в семье, когда семейное воспитание, как мы говорим, оно более эффективно, чем систематическое образование, которое получает человек в образовательном учреждении. И обязаны этим. Ну, возьмите, скажем, Спивакова, такие личности, которые прошли через вот такую систему. Они, скажем, и, может быть, не состоялись бы в другом случае, вот так, как они состоялись, и, скажем так, скорее не благодаря образовательной системе, а может быть, и вопреки. Поэтому мы хоть и канву такую с вами здесь намечаем, от целей культурологических, социальных и личностей, до буквально через способы её достижения, скажем, видите, мы упор-то делаем на мышление, на развитие способностей, но освоение действительности. Вот это очень важно. Развивающее, развивающее мышление, тип педагогики, а не просто, ну, сказать развивающая педагогика, что она развивает, да? Надо обязательно обойтись. Я в данном случае говорю мышление, способность к мысли деятельности, и этим я как бы очерчу круг того, на что мы можем замахиваться. Основная метода, значит, основание метода. Мы здесь говорим не столько о знаниях, умениях и науках, хотя и безусловно пользуемся этим, но наше основание – это деятельность сознания личности. Мы это показывали на той блок-схеме, где говорили о мышлении, мышлении студента и, скажем, мышлении будущего деятеля. Вот только так провести через эти ступени развития, тогда можно получить результат. Высокий результат. Результат какой-то мы всегда получим, а вот высокий результат – это ещё зависит от расположенности самого студента. Даже, смотрите, отношение к знаниям. Как к этому относиться? Если мы правильно относимся, понимая, что знание – это всего лишь инструмент для учащегося, это, может быть, ещё не очень понятно. Но если он это осознаёт, то да, он придёт через инструмент к способу действия. Это в новой парадигме мы видим, потому что ему нужны способности. Он через этот инструмент развивает эти способности, и другого пути-то у него нет. И он не всегда об этом и догадывается. Но для чего? Чтобы проверить эти способности на понимании той действительности, в которой он живёт и действует. Другого пути-то нет. Он всё равно в рамках этой деятельности. Но всё зависит от того, либо он, значит, просто поставлен в такие рамки, да, либо он сознательно действует, расширяя, может быть, рамки этих возможностей, потому что это индивидуум, который становится личностью, который требует для себя, может быть, несколько иных уже способов действия. Это всё тоже в развитии идёт. Развитие способностей, расширяется круг возможностей. В технологию впихнёшь его в какое-то технологическое пространство, а у него уже, скажем, наработан такой способ действия, и он освоил такие орудия мысли деятельности, что он со своей активизацией жизни, может быть, становится не очень удобным учеником для тех преподавателей, которые предпочитают по накатанному пути, скажем, вот так идти, знаний от и до. Там посмотришь, тебе и умений несколько дадим, тебе тренинг умений. Всё продозировано, оценочки получишь, и диплом тоже получишь. Но мы же с вами уже достаточно подготовлены, я надеюсь, для того, чтобы вникнуть в суть того, что происходит, углубиться, понять проблемность этой среды, или другая сторона. Если это устраивает, значит, такая жизненная позиция тоже существует. Да нет, ну вот медведя-то учат кататься на велосипеде, значит, и меня, наверное, научат. Ну, научим, конечно, при таком отношении пассивном. Тогда это нормально придёт. Чему-нибудь научат, и как-нибудь научат, и само собой это не сложится, а вот надо для этого быть самому созидателем. Вот этому надо учиться. Тогда всё получится, если долго мучиться. А может ли образовательная технология считаться успешной? Такой провокационный вопрос. Значит, я думаю, что вы поломали голову над этим. Хотя я в своих комментариях как бы говорил, и я на этом стою, нет такой технологии. И не только я здесь разделяю моё мнение, или я даже разделяю мнение других коллег, которые, не стесняясь об этом, говорят, и, скажем, в основах педагогической деятельности, нет такой технологии универсальной, которая была успешной. Да и с самого начала, когда мы противопоставляли разные, от науки до искусства, не придумали такой технологии. Они меняются, они в процессе развития. А успешной в принципе не может быть технология, потому что успешность ей передаёт деятельность самого преподавателя, как он её реализует. Можно самую хорошую технологию, в самом неприглядном свете представить, и раз, может быть, и навсегда, отбить охоту своих подопечных, учеников и студентов, вообще в этой технологии существовать, действовать, осуществлять какую-то деятельность. Нет понимания этого, нет металлогической готовности к этому, как в том случае, когда, да нет, с большей выкладкой желание работать, потому что больше-то ты всё равно не заработаешь. Нет, я тут же ловлю себя на слове и говорю, нет, нет. Так, мне просто это как в кошмарном сне, мне хочется от этого отказаться и надеяться на то, что коллеги, всё-таки я о них думаю хорошо, и большинство из моих коллег, конечно же, поворачивается к тому, чтобы осуществлять любую технологию, любую, в какой им приходится действовать, это часто и не от них зависит, но действовать так, чтобы любая технология стала успешной. Но это не значит, что технология успешна. Успешен он, успешен процесс, и иллюзия успешности этого процесса и результата полученного создаёт иллюзию успешности технологии. Хотя, в общем, вот такой здесь элемент противоречивости есть. Когда мы говорим о ценностных признаках образовательных технологий, то наряду с привычными, да, вроде бы, вот на управляемость акцент, конечно, актуальности, это всё имеет значение. Если раньше на воспроизводимость и алгоритмизацию, это особенно воспроизводимость, сделали упор, чтобы растиражировать её, насколько это возможно, я бы выделил здесь элемент системности. Вот, если это системно, значит, мы говорим и об упорядоченности. Это элемент упорядоченности, организованности. Отсюда и управляемость. Управлять эффективно можно только хорошо организованным процессом. Поэтому это всё нормальная такая ситуация, и в системность мышления, и в системность деятельности вкладываем вот и большой смысл, и большие ожидания. Давайте посмотрим элементы, выделите элементы рыночной игры в игровом обучении. Трудно это сделать или нет? Это надо так к этому относиться. Рынок – это игра, жизнь – игра. Вот мы в нём актёры в этом театре, шекспировском театре. Он до этого осознание пришёл раньше многих из нас. Рынок – это всегда игра спроса и предложения. Даже экономика, она в некотором смысле и моральна, и всегда кто-то, хотя мы говорим об обмене, скажем, даже в любом виде деятельности, обмене, результатами труда и так далее, мы также можем говорить и об обмане в нашем базарном пространстве, далеко от цивилизованного рыночного пространства. Но это игра. Игра, кто кого, так сказать, ну не хотелось бы использовать эту терминологию, кто кого обманет, как на базаре. Но получается иногда так – игра. Но в игровом-то обучении мы не должны обманывать себя, мы должны не себя и других. Мы должны играть. Жаль, что мы не используем эту с детства, казалось бы, привитую нам воспитанием, и способность, и стремление к игре. Но по мере взросления и в зависимости от того, какую технологию обучение навязывает, мы уходим от этого, вдруг пренебрегаем такой возможностью, и тогда спохватываемся, когда уже рынок начинает с нами играть в проблемной ситуации. А почему же нас не учили это в игровом обучении? Почему мы не прошли через это, скажем, эти ситуации? Вот это серьёзный вопрос, на самом деле. Это не просто такая риторическая игра. Выделить элемент рыночной игры, главный элемент – это мы с вами, наше мышление, наша склонность к игровому обучению, моё, скажем, мои способности, моё стремление обыграть любую жизненную ситуацию, и выделить проблемность её, и сыграть на противоречиях, и обыграть её парадоксальность – это уникальный вопрос. Недаром мы, когда говорим об остроумии, дорожим этим, и, скажем, на это обращаем внимание, когда мы говорим «остроумный человек», парадоксально мыслящий человек, «жванецкий», одним словом может, скажем, так это всё уложить, это уникум, это действительно, вот учиться этому надо было бы в мышлении, но как это сделать? Вопрос только вот таких «жванецких» ведь никто не готовит, так ведь, он сам по себе, я абсолютно уверен, это гениальный человек, это вот сделал себя, ну, по меньшей мере, талантливый, и вряд ли какая-нибудь система возьмётся себя хвалить, образовательная система, что это наш воспитанник, это наш выпускник, и тех высот, вот он, высот, до которых он достиг, это не, конечно, это не благодаря, а может быть, даже в какой-то мере вопреки, не хотелось бы мне противопоставлять образовательную систему, но вот это ещё и результат самодвижения, вот того движения, которое мы хотели бы увидеть в образовательной культуре, к сожалению, это не всегда получается, и иногда несинхронно идут эти движения, но мы, когда говорим о мышлении, движение как форму существования, материи, в том числе, и нашего сознания, мы иначе это себе и не представляем, вот тогда мы на это и делаем упор, когда уже говорим о, скажем, системном таком восприятии, вы помните наш такой мини-тренинг «От каждого по способностям к каждому по потребностям», либо мы в задвинутом таком положении нераскрытых способностей остаёмся, либо мы достаточно продвинутые оказываемся, чтобы на интересе работать, убирая страх, не то что пренебрегая, но сознательно, в общем-то, отводя его на второй план, умея управлять собой, мы можем и должны использовать такую модель, чтобы понимать, либо мы люди достаточно продвинутых способностей, претендующие на высокое звание людей, и не просто людей, человеков, а личностей, личностей, которые как самодостаточность, вот это опять перекликается с предыдущими вопросами, способны к самооценке, способны к самодвижению, самоопределению, вот этот кураж, вот он должен стать неотъемлемой частью нашей мысли деятельности, тогда мы поведём себя, вот тогда мы сумеем состояться в жизни, и это будет высшей похвалой нашей образовательной подготовки. Вот только так я вижу, поэтому давайте я призываю вас к этому относиться, либо мы тормознёмся, и вот в этом будем существовать, как, извините, не личности, а социальные животные, которые чуть-чуть подтолкни, скажем, и они скатятся до уровней недочеловеков, а мы хотим подтолкнуть в другую сторону, где человек, личность, окажется сильнее многих из тех организаций, которые сковывают его рыночные возможности. Вот когда мы говорим о значении тренинга в профессиональной подготовке, вот такая задача стоит, и мы используем тренинг для отработки умений, мы говорим, это вот здесь приведен этап, второй этап, после самостоятельной подготовки мы выходим на второй этап, после того, как мы прошли, прочитали юниты, скажем, там прошли через какие-то моменты в самоподготовке, мы выходим на среду, где мы, вот так, как и преподаватель, через влияние учебной среды, мы идем на приобретение социальных ценностей. Вот в таких тренинговых, межгрупповых, в тренинговом тестировании, в ролевом взаимодействии, в тренинговом консультировании, это супер возможности открываются. И тогда мы параллельно как бы и себя возвышаем в этом пространстве, доводим его до определенных высот. Вот возможности просто колоссально, они на поверхности лежат. Надо только научиться пользоваться им и получать от этого и удовольствие, и то, что мы хотим получить, то созидать качество. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.